Поход на какую-нибудь машину, на которой можно бы прям Если брать, то по-любому чиповать Не, слушай, ну спорт сразу другие ощущения Слушай, блин, ну удивился я, конечно 320-ю, X-Drive, M-пакет, ценник будет примерно Двигатель 1.4, по сути, это базовая комплектация Чем она лучше, чем трешка? Факт в том, что по ощущениям вот это даже поинтереснее Ну приезжают же, по-любому, какие-нибудь косяки заводские, они у всех есть По BMW 3 серии и по Audi A4 Друзья, всем привет! В этом видеоролике я хочу затронуть такую тему, как Смотрите, все мы с вами владеем автомобилями Я, например, владею Mazda 6, как вы знаете Кто-то владеет Toyota и Camry, кто-то Kia Optima И периодически все мы с вами задумываемся Блин, вот если продать машину, на что же пересесть? Кто-то является настоящим приверженцем марки Говорит, я с Mazda переседу только на Mazda, тем более новая мне нравится То же самое про Toyota, вышла новая Camry Но есть люди, которые все равно периодически смотрят на немцев Ну, например, смотрят на Audi A4, смотрят на BMW 320, смотрят на BMW 5 серии, смотрят на Audi A6 А все почему? Как вы знаете, на все эти автомобили можно выбить хорошие скидки Так, например, если вы зайдете на официальный сайт Audi, то хорошая машинка вам обойдется там по конфигуратору больше 3 миллионов рублей Если вы приедете в автосалон, то автомобиль вам предложат примерно по цене от 2 миллиона 200 тысяч рублей и выше Если посмотреть на BMW 5 серии, ценник будет примерно такой же, только сейчас он будет чуть-чуть выше BMW 320 с полным приводом в М-пакете, молодежная такая симпатичная машинка Вам обойдется вообще ниже 2 миллионов рублей А Audi A4 в базовой комплектации с двигателем 1.4 вам обойдется примерно 1 миллион 700 То есть цены, по сути, немного доступные, скажем так И именно сейчас мы из Кипра перемещаемся в Москву и отправимся в автосалоны, где я лично вместе с вами пройду все эти тест-драйвы Не стоит забывать о том, что сегодня денег на покупку нового автомобиля есть далеко не у каждого И многие из нас начинают смотреть на вторичку И если вы вдруг нашли привлекательное объявление, где вам пишут, что автомобиль обслуживался только у официального дилера Чистая история, все открыто, смотрите любые проверки за ваш счет без проблем 2-3 года, маленький пробег, гаражное хранение и бла-бла-бла Друзья, обязательно перед покупкой или даже просто тупо перед выездом на осмотр Воспользуйтесь услугами сайта Автокод Всего лишь по госномеру автомобиля Разовая проверка стоит 349 рублей Вы получаете всю официальную информацию по автомобилю Таким образом вы будете знать реальную историю автомобиля, если он действительно чистый и свежий Ссылка на Автокод остается в описании Сайт действительно рабочий и полезный Всем тем, кто хочет купить автомобиль, советую воспользоваться Друзья, ну на самом деле внешне смотришь на автомобиль симпатичнее Да, согласись, то есть такая машинка интересная Небольшая для города, я бы сказал, то, что нужно Юркая, хорошо держа дорогу Сами все знают, что на такой тачке наваливать, одно удовольствие На пятой серии тоже можно это делать Но вот эта небольшая такая, знаешь Взять ее, чипануть до 330-й Будет ехать, будет интересно Выхлоп можно переделать, но опять же, я только женился, да, вот он я Окольцованный Но почему-то в душе прям молодой заиграла охота какую-нибудь машину, на которой можно бы прям Прокатимся, посмотрим, какие эмоции подарит она Так, чтобы я понимал, значит, получается у нас 320-я, полный привод и тоже М-пакет Бензин Вот о чем я переживал, что когда, например, едешь Да, ну знаешь, поднимаешь иногда ноги, как-то они слишком высоко Ну блин, как-то, не знаю, может сиденье чуть-чуть повыше подняли здесь Можно опустить до низка, кстати Наоборот Ну да, наверное, повыше подняли, потому что если смотреть в сторону Как бы я прям вот на грани прохожу Так, зеркала не складываются, как я помню, я просто читал уже, комплектация, знакомился Не складываются без подогрева Приборка обычно аналоговая Этот можно заменить на большой? Тоже заводской только Только заводской Ну он не такой будет огромный, он немножко вот так штука Клиренс здесь у нас 145, да? 145, да Не может быть такого, что вот эти вот настраиваемые боковые подушки Может быть, там надувается она, да Надувается, да? Так, бензин, да, у нас? Нет Ну поехали, что, 20 Чипуете официально? Ну нет Не делает очковку? Другие, я знаю, делают на монету Заявленный разгон здесь что-то в районе 7,3 секунды А, 7,3 даже? Слушай, ну пока на данный момент я даже немного удивлен Просто до того, как мы катались, ну заходили в салон, садились Казалось то, что места маловато Вроде бы садишься, уже не так мало Обзорность в целом тоже нормальная Зеркала, конечно, небольшие, но все видно, все понятно По жесткости, ну тот же самый Run Flat Вот город, да? По факту, я просто за что думаю Если я так передвигаться буду Все вот эти вот стыки Основное что? Тот же самый климат-контроль Один, да? Я так понимаю Или двойной? Двухзонный климат Подогрев Подогрев зеркал Есть, верно? Подогрев руля, зеркал Подогрев И работает полный привод тоже По принципу 60 на 40 Интеллектуальная система полного привода Перераспределяет на каждое колесо Может до 100% То есть, если три колеса буксуют Одно может передавать момент на одно И оно будет помогать выходить Вот такой легкий гул присутствует Это, я так понимаю, от Run Flat, да? То, что вот его бы, конечно, скинуть В целом, общее впечатление Какие? Я сижу, как, в принципе, мне удобно Руль у нас настроен тоже Можно, да? Как мне удобно Небольшая, но в тот же момент Внутри машины А два человека тебе удобно? Ну, ты вот сильно, да, вперед Отодвинься чуть назад Просто посмотрю, как это Оп А ноги подними вот так Да, вроде бы, да Это машина С-класса Один, друг, машина Это пятая серия Шестая, седьмая А так, для этого класса, в принципе, вполне Добно руки лежат Ну, и отличие основное То, что если вот это посмотреть Центральная часть схожа, да С пятерочкой То вот здесь только в основном Ручник механический Коробка, что у нас получается Сколько? Восемь ступеней? Восьми ступенечатые там Автомат полноценный Германия и ZF ЗТФ, да Гарантия такая же Три года и 200 тысяч А что на сайте-то не меняют? Я что-то на сайте лазил, смотрел Там все пишут Два года Без ограничения Он просто дополнительно идет Какой он гарантия Третий Выбирать три года и 200 тысяч Проверим Как удобно Очень они интересно Ну, три года и 200 тысяч, конечно Это, блин, в год получается Закладывают 65 тысяч на тебя Это вообще с головой Просто все по-разному ездят Да Тут совсем очень много Таких немного людей Тогда лучше два года без ограничения Если я покупаю Например, 320 в М-пакете Вот такую С полным приводом Что я могу еще допами у вас доставить? Камера есть здесь изначально? Нет, камеры здесь нету Можно поставить камеру заднего вида Можно установить различные вещи Такие, как там Ну, М-перформанс, наверное, слышали Да, там спойлер Колеса Дополнительные зеркала Карбоновые А, ага Ну, что они сделаны впереди Ну, короче, такой легкий станет Но изначально идет М-бампер Задний М-бампер, правильно? Диски Да, да Подолог, М-руль, диски 18-я, да? Разно широкая резина Сзади шире Ну, конечно, дорога она хорошо держит Но, блин, тяги Все равно не хватает Если брать, то по-любому чиповать Чипануть же можно, получается, с 320 до 330 По идее, да? Там разница моторов незначительная Прыгатель такой же, 330 Ну, там чуть-чуть различия есть Там степень сжатия чуть-чуть другая Я смотрел А здесь техническое обслуживание сколько стоит? Ну, здесь поменьше сидит Порядка 15-25 Вот так, ну, средний Ну, вот если по кочкам прыгать То, мне кажется, пожестче, чем пятерка, конечно С другой стороны, опять же, все можно записать на резину Колеса 18-е, правильно стоят? Да, но тут у колеса-то база другая Она, короче, уже в тянке больше Поэтому она сама по себе Было комфортно Фары какие? Тоже диодные? Да, да Такие же, как там Сразу диоды везде Так, ну, сколько мы сейчас видим? 20-30 Задержка, да, секундная? Ну, если в спорт перевести? В спорт интереснее А в спорт плюс, он, короче, отключает Курсовую устойчивость, да? Ну, и, короче, на газ он сразу Начинает откликаться, да? Блин, вот фигово, конечно, поток большой Постоянно вот это вот Ну, а с другой стороны Это вообще еще хорошо Мы хоть едем, блин А сейчас будний день бы был Тут только и толкаться Не, слушаю, ну, в спорт сразу Другие ощущения Ну, и крутить, и он как-то хоть Да, да, да Нет, другое Другие ощущения Если в обычном режиме Ты едешь, нажимаешь Ну, блин, ну, едет Ну, как-то не то То тут вот Даже с 80 Ну, да Подвеска не настраиваемая Нет Ничего здесь не меняется Не меняется Слушай, блин, ну, удивился я, конечно Я думал, я прямо разочаруюсь Я думал, то, что я сяду в трешку И скажу, блин, ну, некомфортно Ну, вот я сажусь Ну, нормально При условии того, что я ростом Метр восемьдесят шесть Зима у нас уже давным-давно Не такие снежные Чтобы бояться там клиренса Сколько здесь? Сто сорок пять миллиметров Ну, блин, она покороче У меня сто пятьдесят А, сто шестьдесят миллиметров У меня машина длиннее Не, машины разные, конечно Та машина больше такая Знаешь, на спокойную езду На вальяжную, я бы сказал То есть едешь, неохота на ней гнать То есть такая посерьезнее Рубашечку хочется одеть А здесь бы я бы, конечно, футболочки Вышел в кроссовочках Да, блин, ну классно Так, сейчас я Сяду просто сам за собой Для себя, мне интересно Хоть сзади никто никогда у меня не сидит Но, тем не менее, блин, слушаю Ну, это что-то Это новая, да, трешка? А, при этом, по сравнению с предыдущей Что изменилось? Побольше она стала, да, говорят? Не, ну так нормально Сиденье складывается сзади? Блин, круто Круто Тебе как? Понравилось? Нормально Нормально Тест-драйв закончен Конечно, большое спасибо менеджеру Что дал такой хороший маршрут Мы на пятерочке большой круг сделали На трешке По МКАДу катанулись Друзья, честно говоря, я удивлен Когда я сюда ехал изначально Я думал, что я прокачусь на пятерке Она мне понравится Так и произошло Она мне понравилась Но я думал, что прокатившись на трешке Я буду уверен, что будет тесно Неуютно Маленькое Удивлен Вот серьезно Удивлен Машинка небольшая Собранная Чувствуешь себя за рулем Знаешь, такое Ну, спортивная машина Действительно Заявленный расход Там 7,3 7,8 Все фигня Не ощущается Переводя в режим спорт Да, она как-то уже тянет Прет Хочешь погоняться А я хочу погоняться В любом случае Сновья сразу бы делал чип По-любому Значит, ценник Понятное дело Что менеджер Понимая, что мы сейчас Едем дальше в Ауди Что мы сейчас Еще будем думать Принимать решения Дал такие размытые цифры Я вам могу с уверенностью сказать Покупая автомобиль сегодня В 2018 году 320 X-Drive M-пакет Ценник будет Примерно 1,9 млн Тире 2 млн Рублей Все зависит От условий покупки От времени покупки То есть Нужно искать Цена хорошая Прайсовая цена автомобиля 2,6 млн Рублей Поехали Посмотрим в Ауди Что она покажет нам Знакомство наше Начнется с А4 Двигатель 1,4 По сути Это базовая комплектация Ну давайте посмотрим Что она нам подарит Какие эмоции Так, ты мне расскажи Значит, это у нас получается Тестовая версия какая? 1,4? Да 1,4 То есть Передний привод идет И все остальное Это базовая версия То есть Включение только того Что я так понимаю Здесь из зубы в кожу Что стоит Салон? Все, что здесь видите Это все дополнительные опции Мультимедиа Экран стандартный Руль с обогревом Дуб опция Цветной бортовой Экран Дуб опция Трехзонный климат Дуб опция Кожа, дерево Электропривод Сиденья водителя Тоже Дуб опция Ага И на сколько здесь Примерно Этот пакет По дуб опциям? Это формат 2,5 млн Передний привод Сколько здесь 150 сил? Сил Другого, да? А клиренс здесь какой? В зависимости от типа подвески Размерности колес Минимально Это 14,5 см Это стандартная европейская подвеска В нашем случае Это сейчас последний Правильно? Кузов Который вот Б9 Правильно? Уже осенью фейслифтинг Но фейслифтинг Что там будет? Изменятся как обычно Фары Задница Немного изменится А по интерьеру Что-то будет кардинально изменено Но не будет как вот Вашистой Вот эти дисплеи здоровые Нет, дисплеи нет точно Но какие-то опции Могут добавиться Пока информации глобальной нет Чем она лучше Чем трешка BMW? Тем же, чем iPhone X Лучше, чем iPhone 8 Модель свежее Она легче Значит, быстрее Свежее технические решения Решение дизайна Трешка свежа внешностью Но внутри это старая Которая уже продается Более 6 лет Так, коробка что, ДСГ? Нет Та же самая Но и Строник у вас он называется Ну, вообще здесь никакой взаимосвязи с ДСГ ДСГ Оставится на поперечной Мотор здесь продольный И конструктивно Принцип тот же, что это главал Четных-нечетных передач Сцепление мокрое здесь идет? Да Но такой коробки в Фальцагине нет 7 ступеней Мокрая 7 ступка, да В Фальцагине есть мокрая 7 ступка На Тегуанах На полноприводных там Пассатах Если их привозят в Россию Но тем не менее Там Размер коробки другой При поперечном расположении мотора Коробка вся помещается под капот А здесь же коробка От двигателя уходит До этого момента На метр на полтора А гарантия какая на двигателе на коробку? Гарантия на весь автомобиль Ауди 4 года или 120 тысяч 120 тысяч При этом в течение первых двух лет Пробег не учитывается Не ограничивается Ну за исключением Как обычно расходников Типа Да, все верно Расход какой у нее примерно? Это же у нас бензиновая версия, правильно? Да Если ее постоянно крутить В общем То я думаю, что можно перешагнуть 10 Но это нужно постоянно Сто с лишним ездить И гонки устраивать От 0 до 200 Оптика диодная Опция А в базе что? Ксенон что? Ксенон, да Задние фары, галоген Ну таких машин нету Ауди старается привозить Адекватные пакеты Опции Которые уже содержат И климат красивый Трехословный Не, ну тяга в принципе хорошая Вот так вот Для 1.4 даже Все равно Газку слегка даешь Это в обычном же Правильном режиме едем Да Ну опять же Если мы говорим о сравнении С BMW 318-й с C-классом 180-й Мауди Пусть на паспортный Там 2 десятых Но быстрее Заявленный какой разгон? 8.5 Вот смотри Мы сейчас катались на 320 М-пакет Это неправильно сравнивать Надо брать тогда и здесь 2 литров Факт в том Что по ощущениям Вот это даже поинтереснее Вот сейчас Например Здесь все субъективно Здесь робот Иначе работает он быстрее Реакция И это всегда было преимуществом Ну вот Четверка длиннее чем трешка Опять же Как семейный автомобиль Вместо больше Хотя ну-ка сейчас выйдет новая И на фоне ухода старого кузова Не выгодно ее покупать А новая будет всегда дороже Ну что нравится Нравится то, что она помягче Здесь же резина обычно идет Не вот это, не RunFlight Не RunFlight Серьез По шумоизоляции Ну что, сотку мы едем Ну Я бы не сказал, конечно Что вау Это наверное сейчас А6 Поприятнее будет Все с размер на класс Не может быть А6 Лучше по шумке Чем А8 Если делать А4 И уровень с шумоизоляцией А8 То А8 Вообще должен быть вакуум Но этого добиться Тяжелого А колес какие? 16 Здесь 18 А, 18 Да, у нас Я просто тому То, что Я не первый день Так знаком Периодически беру Попробую машину Нравится то, что Мягкость Вот настроена Подвеска так Что вроде 18 Колеса Это всегда было чертой Ауди Мы не навязываем клиентам Только спортивные Драйверские ощущения Как это делает BMW Мы даже не даем людям Не то, что компромисс Мы им и то, и то даем Хотите спорт Пожалуйста Хотите комфорт Пожалуйста В общем Из доп опций Трехзонный климат Светодиодные фары Приборка стандартная Или тоже доп Вот Она бывает черно-белая Бывает цветная Здесь цветная стоит Это доп опция Доп опция Ну и вот это вот То, что лак Да? Это да Это не пластик Это дерево Орех Покрытое лаком Все верно Плюс передний Задний парктроники Плюс цвет металлик Плюс 18 колесные диски Плюс кожа Коричневая Ну здесь в основном Взят пакет Ныне комфорт Сейчас это адвенс Либо премиум Исходя из новых акций От представительства Немножко название поменяли Он включает в себя Привод сидения Кожу Светодиоды Трезонный климат Руль с подогревом Ну и вот такая комплектация Сколько обходится? Порядка 2,5 миллионов Завода Спеццены Это я понял Это все Обговаривается Нарекания какие? Дорогие Дорогие Ценник Машина ты имеешь Что изначально? А по содержанию Техническое обслуживание Как здесь? Раз в 15 тысяч Или как? Раз в год Либо 15 тысяч Что настает быстрее У нас нету Приводки к бортовому Нету, да? Ага Ценник сколько? Обслуживание Примерно 15 Я не побольше Я вам регламент скажу Стандартный Это 17 тысяч Округленное Первое Этого 25 Второе Потом опять 17 тысяч Третье Этого Потом 45 Потом Это все идет Циклично Ну приезжают же По-любому Что-нибудь там Какие-нибудь Косяки Заводские Они у всех Есть? У моего клиента За 4 года Один раз Турбина Отказала По гарантии Поменяли Турбина Чтобы люди Не говорили И менеджеры БМВ Не говорили Про ломучьи Коробки В Ауди Это все Истории Шести Семилетней Давности О старых Автомобилях До 2014 Года Это можно Отнести Ко всем Сеатам Шкодам Вольксвагенам Короче К вагу В целом Да В третьем Квартале 2014 Года Был крупный Рестайлинг Коробок Рестайлинг Ребрендинг Не знаю Как угодно Обновление Глобальное После чего БАК Снял Пятилетнюю Поддержку Ауди Как премиум Сегмент Оставлял Пятилетнюю Поддержку Куланс На узлы Автомобиля А в апреле 16 Сказал 4 года Гарантии Окей Давайте Мы не будем Раздавать Скидки По полмиллиона На эти Автомобили Будем Какие Давать 20 тысяч Скидки И 30 За кредит Кто Будет Покупать За 2,5 Миллиона Так А вопрос Знаешь Другому А зачем Изначально Делать Например Машину 2,5 Миллиона Прайс Когда Ты заходишь И тебе Там 300 тысяч Скидывают Это Дорогая Для Российского Народа В Европе Эти Ну да А она Везде По Европе Я заходил В Барселоне Мы смотрели Для российского Рынка Еще Мега Адекватные Цены С учетом Демпинга Этих Цен Все Понимают Ситуацию Что У людей Деньги Не печатаются И все Хотят Продаж Поэтому Идет Демпинг Я тебе Так Скажу Если Сравнивать Мне Лично С Трешкой Плюс Какой Вижу Ну В первую Чуть Передний Привод За счет Того Что Подешевле Нежели Чем Полный Брать Там У БМВ Если Брать Обычную Попроще Комплектацию Задним Приводом Я считаю Что Для России Конечно Передний Привод Будет Выигрышнее Но Это Лично Мое Мнение Внутри Машины Сидишь Ощущение Что Она Немного Немного Но Попросторней То есть Там Мы сели Блин Вроде бы Комфортно Но Все равно Чуть Где-то Дотесновато Тяга Хорошая Для 150 Сил Сколько Она весит Тонна 458 Нравится В общем Тоже Сбалансировано Как-то То Что Ты Сказал Изначально Что Она Вроде Как И Семейная И Помягче И В тот же Сам Момент И Он Может Быть 75 Сзади 25 Спереди Или Наймурат 75 25 Но Никогда Не будет Налем Ни На Передней Ни На Задней Оси Сделан Для Идеальной Стабилизации Автомобиля Слушай Ну Неплохая Неплохая Наш Привод Он Полностью Механический БМВ Привод Встроен В общий Гидроконтур С коробкой То есть Его Есть Возможность Перегреть И испортить Здесь Механика Чистая И Вот Мы С вами Возвращаемся Прошло Я так думаю Минут Десять Друзья Ну Давайте Я Подведу Кратко Своё Мнение По БМВ Третьей Серии И по Ауди А4 Ну Какой Плюс В первую Очередь У БМВ Внешний Вид Привлекательная Машинка Все равно Как То Какой То Шарм У нее Есть Садишься В автомобиль Я Честно Не Ожидал Что Салон Будет Просторный Когда Раньше Заходил В салон И садился Брали На тест И садишь Такое Двоякое Впечатление Сейчас Я Сел В автомобиль Действительно Место Есть В тот Же Сам Момент Если Смотреть На Ауди А4 Садишься Посадка Плюс Минус Одинаковая По ощущениям Пространства Как Больше Если Говорить О ходовых Качествах Мы Катались На БМВ 320 184 Переводишь Режим Спорт Нажимаешь Педаль Газа Машина Едет Но В любом Случа Хочется Ее Чипануть Мы Смотрели Ауди С двигателем 1.4 Это Конечно Не Конкурент Для 320 Тем Не Менее Машина Действительно Едет Нажимаешь На Газ Пол Тяга Есть Блин Ну Свои Ощущения Вызывает Погоняться На У Ауди Полный Привод Реально Будет Надежнее Перегреть Муфту На БМВ Запросто Зимой В снегу Если Вы захотите Побарахтаться Покататься Будет Слабее Но Такой Автомобиль Покупать Для того Чтобы Где-то Там Копаться Но Согласитесь Неправильно Для Чего Здесь Вообще Нужен Полный Привод Для Того Чтобы Уверенно Стартовать Со Светофоров Газ Поехали Задеть Можно Если Мы Смотрим На Интерьер Автомобиля У БМВ Садишься Ну Как Б В Третьей Серии Так Все Аскетично Вроде Бы Привлекательно Но Чего Не Хватает Потому Что Знаешь О Что Есть Пятая Серия А Там Совсем Другая История В Ауди А4 Садишься Вроде Посовременнее Вроде Посвежее Но Все Равно Опять Знаешь Думаешь Блин Вот Сейчас Будет Новая А6 Там Совсем Другая История Там Уже Будет Технологичная Как Б Производитель Нас Постоянно Подбивает Говорит Быстрее Зарабатывай Надо Тебе Больше Зарабатывать Чтобы Было Классно Что Подкупает У БМВ Подкупает Цена Потому Что Сегодня 320 В М Пакете С полным Приводом Вы Реально Можете Забрать За 2 Миллиона Ранее Такой Автомобиль Можно Было Забирать За 1 850 Но Время Идет Цены Растут Тем Более Сейчас Скачок Курса Доллара Осень Как Обычно Будет Поднятие Цен У Ауди А4 Кватро Если Взять Кватро 190 Сил Дизель Который Будет Конкурент Скажем Так Для БМВ Но Она Будет Быстрее Она Будет Технологична Это В 2500 Поторговаться Потолкаться Я думаю За 2300 Забрать Можно Будет Год Назад Если Мне Не Изменяет Память Точно Такой Автомобиль Мы Выкатывали Из Автосалона В S-Line 190 Сил Дизель За 1 Миллион 990 Тысяч Рублей Новый Сегодня История Совсем Другая Если Смотреть Конечно Каждому Из Нас Нужно Отправляться К Дилеру К К К Кататься Проходить Тест Драйв Чтобы Сделать Свои Выводы Я Покатался Я Посмотрел Могу Сказать Одно Подкупает BMW В первую Очередь Внешним Видом И Подкупает BMW Конечно Заной Если Брать Автомобиль Например Audi Она Комфортнее Она Помягче Рулиться Автомобиль Тоже Хорошо Хорошо Держит Дорогу Стыки Плохие Участки Дороги Она Лучше Глотает Но Мы Не Должны Забывать О том Что На BMW Стоит Резина С Технологией Run Flat Заменить Резину Поставить Помягче Уже Будет Покомфортнее В любом Случа Нужно Делать Выводы Напишите Обязательно В комментарии Какой Из этих Двух Автомобилей Выбрали Вы Обязательно Подпишитесь На канал Потому Что Следующим Видеороликом На неделе Мы выпустим Сравнение Такого Плана BMW Сейчас Стоит Ближайшие Полгода Ну Минимум 3 Миллиона Рублей Минимум Со Временем Конечно Начнет Падать А так Сейчас Ауди А6 Можно Будет Забрать В базовой Версии Скажем Так С Небольшими Допами Примерно 2 Миллиона Триста Тысяч Рублей BMW Пятой Серии Примерно 2 Триста Тире 2 Пятьсот Все Подробности В следующем Видеоролике Подписывайтесь На канал